На круглый стол «Здоровый муниципалитет» в Самару специально приехал вице-президент Общероссийской общественной организации Лига здоровья нации Николай Кононов. Он рассказал студентам, представителям ТОСов и активным горожанам о программе «Облако здоровья». Она подразумевает бесплатные консультации врачей из федеральных центров. Это, конечно, очень сложная задача на сегодня для человека. Но первое – это, конечно, смотивировать человека, чтобы он хотел быть здоровым. А второе – это создать условия, для того, чтобы он имел возможность это сделать. И вот программы, которые есть в большом, так сказать, таком проекте «Здоровый муниципалитет», как раз и предполагают, с одной стороны, создание условий – это маршрут здоровья, это лидеры или инструктора по здоровому образу жизни. Площадкой для круглого стола выбрали Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Его студенты регулярно участвуют в проектах в качестве организаторов и волонтеров, например, направленных на борьбу с курением. Многие сами бросили эту вредную привычку. Они говорят, что мы глубоко изучили и решили, что у нас такие шикарные условия в городе Самары, где есть заниматься спортом, стать более красивыми, более востребованными, потому что все специальности связаны в итоге с организацией сервиса для людей. Мы, кстати, это и на уроках говорим тоже. Мы решили, что здоровыми и красивыми мы будем более выгодными участниками сервисных каких-то мероприятий, чем нежели тот, от которого есть какой-то неприятный запах. Статистика показывает, что в Самарской области на путь к здоровому образу жизни встает все больше людей. И мы видим интересные сдвиги по разным возрастным группам. На самом деле, как ни странно, началось, на мой личный взгляд, с лиц старшего возраста. И вот эта система серебряного волонтерства и прочее сыграла здесь огромную роль. Отметим, что в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова в День семьи, любви и верности стартовал проект «Здоровая семья, здоровые дети». Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События.